Всем привет! Сегодня я расскажу о первом портативном компьютере компании Hewlett-Packard, модель 75C, который появился на свет в 1982 году. Его можно по праву считать прообразом современных ноутбуков, планшетов или даже смартфонов. Встретить подобное устройство в наши дни большая редкость. Конкретно этот экземпляр достался мне от моего подписчика Олега из Зеленограда. В комплекте у нас сам девайс, подробная инструкция весом более килограмма. И здесь у нас порядка 350 страниц с подробным описанием инструкции на бейсики, как программировать и так далее. Все, что нужно здесь есть. Она немного потрепанная, но тем не менее это очень хорошо, что она сохранилась до наших дней. Также кейс для переноски прочный. Внутри он имеет бархатистую поверхность, чтобы устройство не царапалось. Тоже очень удобная вещь. Карты памяти. К сожалению, есть не все из комплекта карточки, но определенная часть и сохранилась, что тоже хорошо. Так, чего еще не хватает с оригинального комплекта у нас? Это адаптера питания. Как я уже сказал, в нескольких карт памяти накладки на клавиатуру. Здесь была накладка с цифровым блоком, чтобы удобнее набирать цифры. Блок аккумуляторов также нет родного. Мне пришлось изготовить самостоятельно замену, чтобы, собственно, запустить этот девайс и иметь возможность его вам показать. Теперь давайте несколько слов о самом компьютере. Сердцем его является 8-битный процессор производства компании Hewlett Packard. Точных данных по нему я не нашел. Операционная система размещена у нас в постоянной памяти. Занимает она целых 48 килобайт. И включает в себя поддержку старт 47 различных команд. Оперативная память здесь тоже весьма значительных размеров. Целых 16 килобайт, из которых пользователю доступно около 14. Клавиатура на 65 клавиш. По ширине она практически полноразмерная. Но так она немного уже. И кнопочки маленькие. То есть, по удобству она не идеальна. Но пользоваться, в принципе, можно. Здесь у нас находится картридер. Для вот этих вот карточек памяти. Я бы даже их назвал лентами. С ручным приводом. То есть, вам придется ее сюда протаскивать самостоятельно. Латаризированного здесь ничего нет. Карточки у нас эти имеют объем по 1,3 килобайта. То есть, приблизительно 1300 байт. То есть, 1300 можно символов записать. Грубо говоря, на каждую карточку. Причем они двухсторонние. То есть, вы просовываете сначала ее одной стороной. Это пол карточки. И потом переворачиваете. И еще половина карточки. Вот так вот. То есть, вот такая вот простая. Нехитрая система. Ну, за счет этого они очень недорого, как я понял, стоили в свое время. Также поддерживается расширение возможностей ПО с помощью дополнительных трех модулей размером по 32 килобайта каждый. Пробую вам открыть. Но здесь, в принципе, нечего показывать. Здесь просто вот такой вот плоский разъем. И, в общем, сюда можно дополнительные модули вставлять. Получать дополнительный функционал. Так. И с этой стороны мы имеем разъем для адаптера питания, естественно. И интерфейс Hewlett Packard. Интерфейс Loop. По которому можно подключать до 30 дополнительных устройств. Таких, как модем, принтер, монитор, плоттер, кассетный магнитофон и так далее. ЖК-дисплей у нас на 32 символа. Вес устройства порядка 700 грамм. Размеры его, в принципе, небольшие. Вот можно с Galaxy S3 сравнить. В принципе, раз, два, там, три. Как три с чем-то телефона. В общем, его размер. Стоимость на момент выхода, это интересная информация, 995 долларов. Данное устройство, что в пересчете на современный эквивалент, составляет 2500 долларов. На задней части устройства у нас нет ничего особенно промечательного. Только отсек для аккумуляторов, серийный номер и отверстие для спикера. Резиновых ножек уже, как вы видите, нет. Не сохранилось, поскольку устройство неоднократно, судя по всему, разбиралось. Также имеет некоторые увечья, с этим связанные. Но, тем не менее, в принципе, оно в более-менее еще достойном состоянии у нас сохранилось. Здесь вот эта алюминиевая поверхность, она такого золотистого цвета. Не знаю, насколько камера будет передавать. И само устройство такого, не знаю, темно-кофейного, что ли, цвета. Или цвета какао. То есть, интересное цветовое решение. В общем, еще здесь интересный момент один, на который я забыл обратить ваше внимание. Здесь вот изображены устройства, которые можно подключать к данному компьютеру. Здесь у нас принтер, монитор, плоттер. Такой крутой телефон вообще, такая труба серьезная. И неизвестный чемодан гигантских размеров. Ну и также различные принтеры, вот и кассетный магнитофон. В общем, такие вот дела. Ну что ж, сейчас покажу вам, как данный компьютер работает в деле. Для включения нажимаем вот эту кнопку ATTN. И нам предлагают ввести дату. То есть, здесь у нас есть режим просмотра времени и даты. Time. Режим планировщика фактически заданий вашего. То есть, это что-то типа записной книжки. И режим непосредственно уже программирования. Так, давайте зададим время. С помощью команды set. Set. Нажимаем дальше здесь Return. То есть, он же Enter. И месяц у нас сейчас какой? Одиннадцатый день. Не знаю, двадцать шестое пусть будет. Две тысячи семнадцатого года. Ну и время, например, там 05, 05, 05, чтобы долго не возиться. И опять нажимаем Return. И все, у нас теперь время задано. Можем всегда к нему вернуться и посмотреть. Переходим в режим Edit. Можем посмотреть объем свободной оперативной памяти. Для этого запускаем команду MAM. и 14271 байт у нас свободной памяти сейчас. Так, что еще можем посмотреть? Ну, пока что, в принципе, ничего особенного нету. Я думаю, что для экономии времени сейчас загрузим программы на несколько строк, которые я записал на карту памяти. Ну, программами это, как бы, можно назвать с натяжкой. Там всего лишь на одну строчку, на две строчки. То есть это не прямо очень серьезно. Но, тем не менее, больше играться с ним было, честно говоря, лень, поскольку это и так довольно не самое приятное занятие программировать на однострочном дисплее. Итак, мы вставили карту памяти. Вставлять ее надо так, чтобы этот квадратик здесь вылез. И теперь нам надо написать команду CopyCard Tool и имя файла, в котором у нас будет содержаться данная программа. Так, назовем ее Sound. Саунд и нажимаем Enter. Так, где-то я ошибся. Пропустил букву P. Здесь у нас есть стрелочки, как вы видите. Обычные, как на стандартной клавиатуре, но их расположение просто ужасно неудобное. То есть они реально должны быть здесь, как на всех современных клавиатурах. И причем они так разнесены, вот так вот, но очень неудобно. Также есть переключение между Insert, Replace, режимами работы, сейчас нам надо вставить. Поэтому переключим режим и вставим букву P. Все, ошибки теперь быть не должно. Нажимаем Return. И Align and Return. То есть вставить карточку, выровнять. Нас просят. И нажать опять еще раз Enter. Нажимаем и вот так быстро протягиваем карточку. Никаких сообщений нету, но это значит, что все прошло успешно. Теперь мы можем посмотреть наш файл в оперативной памяти. Пишем Cut All. Посмотрим все файлы, которые есть. Вот мы видим файл с именем Sound. То есть файл, который мы переписали. Так, теперь нам надо переключиться на этот файл. Пишем Edit. Так, ошибочка. Edit Sound. И нажимаем Enter. Забыл поставить кавычки. Это, конечно, раздражает. Ставить кавычки в названии. Так, двигаемся сюда. Добавляем кавычки. Так, видите, как неудобно это. Все очень медленно. Нажимаем Enter. Все. Файл Sound у нас открыт. Это означает, что это Basic. Здесь еще размер, наверное, в байтах. 47 байт. То есть 47 символов. В данном случае дата создания его. Время создания. Все. Так, нажимаем теперь. Нажимаем, точнее. Теперь стрелочкой мы можем посмотреть содержание файла. Он у нас состоит из фактически одной команды на Basic. Это команда из мануала. Просто которая у нас рендом делает. Рендомные звуки выдает. В общем, с PC спикера, который здесь установлен внутри. Для того, чтобы запустить программу, надо нажать кнопку Run. И давайте нажмем и послушаем, какие звуки производит данный девайс. В общем, звуки вселенной, звуки космоса мы имеем. Для того, чтобы отменить, нажимаем ATTN опять и все. У нас наша команда отменена. Теперь запишем в нашу оперативную память. Тоже небольшую программу, которую я написал. Аж из двух строчек она состоит. Я небольшой фанат Basic. К сожалению, здесь тоже у нас имеется один дэмэдж. Поэтому надо поддевать карточки чем-то острым. Для того, чтобы она высунулась. То есть здесь что-то просело. Это должно было быть более удобно. Копи-карт пишем. Нажимаем ту прок нашу программу. Нажимаем Enter. И проделываем такую же операцию, как в предыдущий раз. Если вы тянете карточку слишком медленно и слишком быстро, у вас будет об этом сообщение. Либо если будут какие-то ошибки при чтении. Так, опять нажимаем Cut. Cut All. Посмотрим файлы наши. Вот прок у нас есть файл. И есть файл Sound. Так. Теперь переключаемся на файл прок. Блин, опять забыл кавычки. Как вы видите, это все занимает просто нереальное количество времени. Ладно, напишу заново. Будет быстрее. Так. Прок. Все, мы открыли наш файл. Вот фактически здесь у нас всего лишь две строчки. И здесь у нас вводится имя в переменную n. То есть переменная типа string. И приглашение, которое мы будем видеть на экране, это Enter your name. И вторая строчка. Если имя не делитер, значит мы показываем надпись fail. И делаем звуковое сообщение, скажем так. Делаем бип и опять возвращаемся на приглашение. То есть вот такая вот длинная строчка. А если все хорошо, пишем user accepted и делаем бип более простой, стандартный системный звук. Вот такую вот программу я написал простую. Как бы можно было какие-то программы написать для каких-то вычислений, но я думаю, что это будет абсолютно уже не интересно. Итак, нажимаем кнопку run, enter your name. Нажмем какое-то, любое имя, запишем. Вот такой вот звук. И напишем delete. User accepted. То есть все, все окей. Ну, в общем, такой вот интересный девайс. У нас был сегодня на тесте. Здесь есть разные тоже дополнительные еще кнопки. Типа fetch для перемещения по файлам delete. Clear для очистки строки моментальной. Ну, остальные все кнопки довольно хорошо вам известны. Пользоваться данным устройством, честно говоря, я не знаю как. Очень сложно. Мне это доставило настоящую боль. Несколько часов работы с ним. Чтение инструкции. В общем, это не самое приятное. Не самое большое удовольствие. Не знаю, конечно, во время выпуска на кого оно было точно ориентировано. То есть это либо для каких-то богатых бизнесменов. Какой-то понт, я не знаю. Вот здесь как раз есть у нас оригинальная рекламка. И видите, чувак сидит в самолете. У него тут кофе. И он тут что-то набирает. Либо для каких-то ученых, которым нужна была портативность и вычисление в пути. То есть вот такое узкое нишевое устройство. Честно, не пойму, для кого оно именно было сделано. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо, что смотрели. Делайте репосты данного видео. Мне кажется, это очень интересное устройство. Знаковое для компьютерной истории. И надеюсь, что вам понравилось. Ждите новых видео. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok